И водители все в Германии. Да я тебя умоляю, это мне как бы для настроения. Потрогай, потрогай, на старости лет пораду. Он еще и тем более из волшебного города. Но просто он сказал, ну вот и землячка, ты красивая, я не дурен с тобой, почему бы нам не помотаться по Германии? Только в этом земле. Лучших людей надо самому обслуживать. Поняла? Я Лариса Гузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Ольга, Анна и Ирина. А жених у нас Павел. Паша, просади. Павел, 42 года. Его жена нашла в социальных сетях свою первую любовь и не раздумывая ушла из семьи. Павел владелец собственной компании по перевозкам в Германии. Гордится прекрасной спортивной фигурой, мечтает приобрести яхту на колесах класса люкс. Предупреждает, что быт ведет самостоятельно. Павла не привлекают женщины с короткой стрижкой и броским макияжем. Женится на воспитанной, уютной женщине, которая готова переехать в Германию и посвятить себя семье. Паша, вот у меня не держится вода в одном месте ни одной секунды. Девочки, вы себе не представляете. Как ты не ворвался, во-первых, ко мне в гримерную сейчас? Не пускали, не пускали. А, не пускали. Я увидела за кулисами, я чуть не сошла с ума. Вот просто это благодаря моим... Все, 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 сейчас расскажу. Давай, дари уже косметички, а то Роза, он губы на доле сидит. АПЛОДИСМЕНТЫ КАМАРА 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 Смотри, подарки дарят, значит, очень внимательные. Была на гастролях в Германии. И мне, говорит, ну для тебя не будет такая поиска утомительная, потому что у тебя такой прям при такой водитель. Думаю, о боже. И вдруг я вижу загорелого зимой, красивого, вот такого Пашку. Ну и дорога длинная, о чем говорить? Естественно, я все его расспросила, всю его жизнь, и говорю, это невероятно. В общем, он Штефанию девочку воспитывает один, рассказывает твою историю. Уже потом будете задавать ему вопросы, хорошо? Я говорю, а как так получилось? Он говорит, представляешь, вот с женой приехал, он еще и мой земляк. Мама дорогая. Или сам будешь рассказывать, просто у меня о чем-то другом еще хочется поговорить. Ну ты приехала, ну скажи, и заманила человека. Нет, он приехал, женился, родилась девочка с женой, все для жены делал. Ночью вставал, убирал, стирал, деньги зарабатывал, на трех работах ломался, все. Жене все рожна не хватало. В общем, она, жена, списалась с бывшим от 2 класса, потому что ей, ну вот еще вот в Германии, вот только вот какого-то чего-то такого не хватало. Он говорит, да нет, ну она вот полюбила же. Нашла в сетях свою бывшую первую любовь, списалась, с ним уехала, тра-та-та. Там ничего не получилось вернуть. А ребенка оставила? Ребенка оставила, конечно. Косички заплетал, мыл-кормил, в школу водил. Посмотри, какая же, Стефания, клевая. То есть он был женат, да? Да, он был женат, да. И Лариса в курсе их истории. Лариса, ну завтра, говорит, я приду с бывшей на спектакль. Ну я не могла сказать, чтобы она сгорела по дороге, понимаешь? Прости, Господи, за злой язык. Я говорю, ну хорошо, ну ничего себе такая женщина, но рядом с Пашей, просто рядом. Я говорю, ты не имеешь права, сволочь, в свои годы тебе всего 42 года. Не завести новую семью, не родить новых детей, вот таких красавцев, здоровых, прекрасных. И ты только к нам на программу приехал. Спасибо. Я бы не дала ему 42. Но это все спорт, здоровый образ жизни. Роза, ну классный. Ой, я не могу тебя заставить раздеться. Он еще и как модель. Ну ты, если бы ты видел. Да подожди ты. Паш, пиджачок вот так вот решительно. А что заставим? Давай раздеться. А это что, вы такие водители все в Германии? Я тебя умоляю, это мне как бы для настроения. У него бизнес, у него все. Потрогай, потрогай, на старости лет порадуйся. Он еще тем более из волшебного города, Нюрнберг, ведь правда? Ой, я обожаю его. А какой бизнес? Почему водитель с ним работает? Ну да он у меня работал водителем, у него парк свой, на него работает. Но просто он сказал, ну вот землячка, ты красивая, я не дурен с тобой, почему бы нам не помотаться по Германии? Только в этом. Лучших людей надо самому обслуживать. Поняла? Самых лучших. Это чтобы закрыть вопрос. У него все хорошо с домом, с квартирой, деньги есть. И еще и классный. И красавец. А может мы и видео тогда посмотрим? Давайте посмотрим. Лучше своими глазами увидеть. Здравствуйте. Я не ночевала на этом диване. На теплицу. Я не нюхала эти цветы. Мы летом сажаем обязательно что-нибудь. Да, балдеть. Сейчас у нас на улице, конечно, не совсем зима, но тем не менее, выходим не так часто в сад. Сейчас мы находимся... А это прямо свое-свою или вы как в аренду? Да, конечно. Я провожу значительно много времени. Как чистил. Я, конечно, готов сам и люблю очень готовить. Мои любимые ножи. Кухня у нас в основном, точнее, чаще вироп не очень большая, потому что мы обедаем. Ну и дура, зарабатывать собирают. Слушай, ну шикарная кухня для твоего фирменного борща. Паш, ну и кого хочешь ты? Чтобы была симпатичная, как минимум. Ну естественно. Поэтому мы приехали в Россию. Умная, мудрая, это обязательно. Молодая? Ну желательно, помоложе, ну посмотрим. Паша, помнишь, я как тебя уговаривала, что ты еще должен... Ну и 42, но должна быть где-то родного возраста. Ну да. Я только за. Ясно. А когда уже Штефанию от себя отселишь? Когда себе найдет. Нет, Штефания, сейчас я за тебя возьмусь. Тебе сколько сейчас лет? 20 исполнилось. 20 исполнилось? Когда заканчиваешь учебу? Я пока биологию учусь и еще долго. Она учится в университете. Да я-то знаю, но я обязана поспрашивать. Наверное, еще минимум 5 лет буду учиться. Еще 5 лет будешь сидеть на папиной шее? Да? Я просто не хочу, чтобы папа был одиноким. Я пока с ним живу. Папа будет одинокий до тех пор, пока вы с мамой упырями будете цепляться за ноги вот этого красивого мужчины. Очень интересно, почему он до сих пор один? Да? Такой видный вроде бы молодой человек. Ну, знаешь, я по себе знаю, когда человек очень много работает, у него нет времени ходить, знакомиться с кем-то, искать кого-то. Понимаю, что у папы молодой мужчина, у него взрослая личная жизнь. И у меня своя жизнь, у него будет свобода, у меня своя свобода. У нас со Штефаней договор. 21 год, если она пожелает, мы покупаем квартиру, само собой, она может жить отдельно, по желанию. 21 год, я ее отпускаю. Наконец-то я до твоей головочки не скучала. Да, личную квартиру она может выучить. Очень ценно то, что дочь так человечно относится, да, к своему отцу. То есть она могла бы вырасти эгоисткой, я уверена, что он ее баловал. Я правильно поняла, что ваша невеста должна полностью посвятить свою жизнь вам, рождению детей и, соответственно, воспитанию? В семье, в семье. Это я, Роза, это я ему. Только не рождение, значит, она не должна работать? Она абсолютно не должна. И она должна понимать, что у нас Германия, ей это не надо в любом случае будет. А куда-то, влезть, куда-то, какую-то должность получить очень тяжело. То есть, в принципе, значит, она должна, я понимаю, где-то родная. С косями у нее должно быть все хорошо, потому что вы не одного хватите, а побольше, да? Одного минимум тоже неплохо. А, нет, подождите, давайте определяться. Одного, пожалуйста, а вы большую семью. Одного-двух. Одного-двух. Ага. Если у нее уже будут дети, вспомни, что я тебе говорила. Не хочет он детей чужих. Это будет сложнее, правильно. Видишь, он говорит, что сложнее, если у нее уже есть дети. Ты знаешь, меня, Лариса, все-таки смущает. Я понимаю, ты молодец. Вот я своих тоже так же пристраиваю. Но что ж тогда сбежал-то от такого красавца с такими деньгами? Рассказываю. Рассказываю. Потому что прежде, чем ему вот этот автопарк создать, построить вот эту домину, он ломался на трех работах. На трех. Мало того, еще возвращаясь под утро, нужно было ребенку еду, памперсы, шмамперсы, по дому все сделать, потому что оберегал любимую, чтобы выспал, чтобы все. Ну, знаешь, избаловал свою жену. И избаловал свою жену, да. Могу объяснить в двух словах. Да. Я не терплю оскорбления, унижения. А Юля, бывшая жена, она хотела больше любви. Я не могу любить, когда меня немножко оскорбляют, или даже не немножко, точнее, посильнее. Вот на этой почве у нас не получилось никак. То есть она говорила, вы не мужик? Всякое бывало. Не мужик, ты не мужик. Я объясняю, что я не буду доказывать, что я мужик. Я такой есть. На трех работах. Я и есть мужик, и почему я должен этого доказывать. Дом построила, Роза, какой дом, квартира, обеспечивает. Притом, бывшая... Так он своих обеспечивает. Да, но бывшая, которая уехала, потом вернулась, он же ее не отобрал, он ей дал и помогает, и сейчас. Ну, потому что законы не так говорят. Сама говоришь, в Германии выигрывает женщина. А почему вот доченька осталась с папой, а не с мамой? Я просто осталась в своем доме жить, в своей старой комнате. А мама что, уехала куда? Мама вышла замуж, привезла оттуда мужа. Отсюда, точнее, получается, из Якутии. Мужа. Ей надо было выйти замуж. Она сняла себе квартиру, ушла и вышла замуж. Девушки очень любят западать на таких мужчин, таких вот прям неправильных мальчиков. Вот любим мы таких. А потом страдаем. Паша, любимыш. Ой, сейчас прям давайте уже, значит, я себе все расскажу. Тамара, верь ей, пожалуйста. Да. Томусь. Расскажи, что классно. Павел, что у вас классно? Солнце со звездой очень хорошее. Она дает вам... Во-первых, я думаю, что вы любите природу и животных. Правда? Этого не хватает постоянно, особенно там, в Германии. Это обязательно нужно, потому что, кроме хозяйства в доме, нужно, чтобы вот это еще было. Вы всегда сможете заработать, причем, как правило, у вас наверняка не одно дело. Это минимум два-три бывает. Интересы, дела, которыми увлекаетесь, занимаетесь и которые приносят вам успех и реализацию. Хочу сказать, что вот что касается любви. У вас очень странная позиция. С одной стороны, вы хотите, чтобы это был друг, друг очень близкий, как семья, но и свободный одновременно человек. Чтобы вы вместе и путешествовали, и в то же время, чтобы он давал вам свободу определенную. В любви вам обязательно нужен вот такой свободный человек. Нормальный человек. Нормальный, да. Одно время надо давать свободу, в другое время нужно, конечно же, как друзьями быть, любить. Шампунем «Лошадиная сила» наши участницы точно обретут счастье в личной жизни, потому что роскошные волосы – это самый короткий путь к сердцу мужчины. Запомните это. Дорогой мой, иди знакомься с первой невестой актера. Не вспомню, какого. Очень приятно познакомиться. Ольга, 32 года. Менеджер по работе с клиентами в крупной компании сотовой связи. Гордится тем, что окончил институт с красным дипломом. Любит поездки на дальние расстояния за рулем собственного автомобиля. Предупреждает, что не терпит неграмотной речи. После попытки возобновить отношения с бывшим возлюбленным, Ольга несколько месяцев проходила реабилитацию психолога. Надеется, что с Павлом она обретет желанное счастье. Здравствуйте, Ольга. Я сразу предупреждаю всех невест. Вы сегодня должны мне так понравиться, как будто я ваша будущая свекровь. Хорошо? И это точно, потому что Паша доверяет моей интуиции, и ты мне доверяешь. Я знаю, и ты, Штефи, тоже. Поэтому только не врите, ладно? Хорошо, рассекречу сразу вас. Оль, что же это был за мужчина, который вас до такого состояния довел? Что там происходило? Он был просто мужчина, который меня поразил своим поведением, своей внешностью. Но он был хорош собой, хорошо одет. Сразу читалось, что у него есть деньги. Да, он был очень хорош собой, у него прекрасный вкус. Он такой человек общественный. А для вас это немаловажно, чтобы мужчина выглядел презентабельно? Ну, мне нравится, да, мужчина, особенно, когда он одевает костюм и галстук. Ну, кому это не нравится, когда мужчина в костюме, в галстуке, и он презентабельный? Это очень красиво. У него было двое детей? Да. Был разведен? Да. Вы знали об этом? Да. Мало того, он даже вас познакомил со своими детьми? С одним ребенком, да. Познакомил. Я даже готовил им завтрак иногда по утрам. Понятно, и когда женщину знакомят с мамой, с братьями, с сестрами и с детьми, то ты уже себя рисуешь на месте жены. Ты понимаешь, что да, это новый уровень отношений. Я даже спросила, а как же твоя жена, она знает, что сейчас ты забираешь ребенка, и он с нами? Она такая, да, она нормально абсолютно относится. Мы жили недалеко от его первой семьи, то есть почти на соседних улицах. А вы у него жили? Периодически, периодически, да. Слушай, мне эта девушка очень понравилась. Девушка ярко выглядит. Здорово. И когда вы уже практически ощущали себя мамой этого ребенка, женой этого господина, вы ему как-то так, между прочим, говорите, ну пора бы, в общем-то, и подумать уже о женитьбе. Он что вам в ответ? Я так не говорила, я просто... Ну приблизительно. Приблизительно так, да. И приблизительно он мне намекал на то, что ему... Сказал, Леолик, твой муж должен тебя на руках носить, а я это так себе. Да, да, да. И потом мне нужно почаще встречаться со старшим ребенком. Да, он потом сказал, что у него сейчас дочка старшая, опять вот, надо с ней возобновить отношения, и дал мне понять, что, в принципе, его все устраивает так, как есть. Но вы же не из-за этого с ним расстались? А ему ничего больше другого не нужно. Ну, естественно, не из-за этого. Ну все мы с какой-то судьбой сюда пришли, у всех уже какой-то опыт есть, как минимум, потому что мы не 18-летние, да, не... Взрослые девочки. Да, не после школы. У меня на тот момент по работе появилось интересное предложение, связанное с языком и работой в Италии. Вот. И надо было пройти несколько этапов собеседования, и он сказал мне, ну давай, я тебе помогу, если что, давай. Он как-то меня поддерживал. Вот. И перед последним собеседованием уже я понимала, что мне недостаточно практики. И появилась возможность уехать на месяц, вот, поучиться... Он вас с легким сердцем отпустил? Ну, мне казалось, что да. Но общались этот месяц по скайпу? Да, по скайпу как, постоянно. Когда я уже поняла, что я приезжаю, я не видела его месяц, и он по телефону даже не хотел меня не встретить. Он говорит, давай встретимся потом, я болен, я плохо себя чувствую. Я не понимала вообще, как это так, ну вот как. Человек, который... Ну, месяц это много. Да. Тяжелая ситуация, действительно, и интересно, как он на себя поведет сейчас. Потом вы уехали в Испанию. Потом я призналась ему в любви, он сказал мне, извини, между нами ничего не будет, и все. И у меня вот был стресс, и меня подруга увезла. Это уже было через несколько месяцев. Подруга увезла меня в Испанию просто отдохнуть. Да, но когда вы вернулись из Испании, вы с ним встретились, и он вас привез в собственную квартиру, где вы проводили время. Да. И рядом с кроватью. На тубочке возле кровати, да, я увидела фотографию и портрет. Говорю, о, что это? Он говорит, а это моя новая девушка. Это я вот ее... Она была сфотографирована вот здесь на набережной, и я здесь пытаюсь ее нарисовать. Пытался. Я говорю, как? Ну, я... А что тогда здесь делаю я, да? Да, я ему сказала, а зачем тогда ты меня привел? А он говорит, ну так, по старой дружбе, чисто по человечеству. Ну да, чисто узнать, как там, как у тебя дела, кажется. Я считаю, что она полностью восстановилась от простых отношений и готова к новым. Соблазняй мужчин своими волосами, испытая оружие яркости звезд с шампунем, лошадиная сила. Вам сейчас 32 года, понятно, что это была не единственная история в вашей жизни. Давайте про Пашку, хорошо? Давайте. Что давайте? Что хотите? Мне очень понравился внешний человек, когда я его увидела. Очень приятно, что мужчина... Вот я поняла, что вся эта любовь, страсть, да, вот... Наверное, женщине этого не нужно для создания хороших отношений. Скажите, так, вы ревнивая? Немножко, да. Пашка работает с рекламными компаниями, и он у них снимается. Отлично. И такой, как он в журналах, это просто глаз не отвести. Будете запрещать? Нет, конечно, что вы. Вы, кстати, тоже одну вашу фотографию нашли? Что, будем смотреть на эту фотографию? Нет, есть фотографии бывшей жены Павла. Давайте посмотрим. Да. Обальдеть! Одно лицо. Ничего себе. Это что-то. Ну, я здесь немного не похожа на себя, конечно, но на... Чего не похожа? Вы как раз похожа. Одно лицо. Паша, это правда? Ну, похоже, конечно, похоже. Да, кстати, очень похоже. Ничего себе. Я сначала подумала, что это её фотография. Это она, да, вот особенно с краю, да. Оленька, скажите мне, пожалуйста, а вы готовы ради вот Паши, как мужчины, отказаться от своей родины, сидеть дома, родить ему двоих детей, заниматься только им, бытом, потому что очень много и бизнеса, он устает, его надо поддерживать. Прекрасно, конечно, ваше образование, это только плюс, бонусы. Готовы растворить в своём мужчине и в общих детях? Такой вопрос сложный, да и нет. Я просто знаю, что если я буду растворяться в мужчине, он забудет о маме. Оля, а малиня может. Да, либо нет. А вот это не бывает немножко беременной. Язык знаете? Английский, да. Скорее не готовы растворяться. Паша, а ты готов взять Ольгу, если у вас всё сложится, понравится в свой бизнес? Во-первых, она работает с клиентами, тебе менеджер нужен. Нет, если я работаю... Во-вторых, тебе её... Ну, понятно. Я задействован два часа в день. А когда нарожать будет? Я постоянно дома, у меня водители всё делают, я постоянно нахожусь дома. Ты понимаешь, что и Пашка не будет на работе ломаться уже, теперь у него всё бизнес работает на него. Я сейчас решил себя тоже посвящать семье. Вот пускай только занимаетесь. Будут путешествовать вдвоём, рожать детей, воспитывать их вдвоём. Мне важно, чтобы он был естественный, чтобы он и себя не воображал какого-то крутого парня или не хвастался своим состоянием и так далее. У тебя, Пашка, три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна или традиция? Скелет в шкафу. Ой, мой мальчик, ну что тебе в этот скелет даться? Да, готово сегодня. О, соль. Что это значит? Это мой большой-большой секрет. На самом деле, когда у меня нет настроения готовить, я пересаливаю еду и... Что вы не ели, что ли? Нет, не специально, не знаю почему. И потом все говорят, что ты пересолила, а мне так стыдно всегда, что мне хочется приготовить вкусно. Чтобы не ходили, а не жрали у вас. Я, наоборот, люблю гостей. Так, теперь слушай меня внимательно. Паша не ест, что попало. Паша очень следит за своим здоровьем. Я поняла. И я буду следить за Пашиным здоровьем. Да. Показывайте сюрприз. Продемонстрирую тебе свои кулинарные способности. Так, нужно надеть перчатки. Мне помогать тоже, да? Конечно. Смотри, я знаю, что в Германии у вас любят баварские сосиски, да, всевозможные сосиски. А в России мы любим сосиски с макаронами. И сейчас я тебе покажу, как их можно просто быстро и вкусно приготовить. Смотри, мы сейчас с тобой будем протыкать ее. Угу. Делать вот. Смотри. Нет, нет, ты мою в одну, в одну. В одну? Да, давай одну. Просто помоги. Слушай, это что за технология? Я такой первый раз. Это где ты нашла? Оль. В интернете. Знаешь, как сложно спортивное питание, следить за своим здоровьем, следить за дочкой-подростком, да, еще себя держать в такой форме, развивать свой бизнес и еще одновременно искать невесту и думать планы на будущее. Я пока задумку не понял. А это что за палки? Макаронами. Макароны. Сосиски протыкаешь. Сосиски с макаронами. Да. Ооо. Отлично. Вот классно, когда невеста что-то показывает оригинальное, чего ты не знаешь, да? Да, да, да. Слушай, я даже готова макаронами. Штефи, а ты знала, что такая себе? Я тогда не видела. Представляешь? Я не видела. Во-первых, не растолстей, еще там пять макаронин. Ну да, пускаешь в кастрюлю и еда готова. Да, вот так. Ага. Смотри, интересно, да? Такая сорокатушка. Слушайте, ну совсем нездоровое питание. Здравствуйте. Городин, который сидит за своей фигурой. СМЕХ И вот такая вот получается у нас... Ты знаешь, пока я готовила, я придумала... Какой-то паучок получается, гусеница. Это сорокатушка. Баварская краса, баварская краса. СМЕХ Не отличить похоже. Спасибо. У нас все такие девчонки с Антойной. Спасибо, дорогая. Олечка, проходите в свою комнату, Паша, а ты иди к нам. Но я же говорю то, что в России все самое красивое. Если это баварская краса, ну в России быть такого не может, абсолютно. А как бы ты приготовила, что бы ты ему показала вот сейчас на кулинарном поединке на таком? Да, если бы у меня были сосиски и макароны, я бы ему просто сварила макароны. Красиво засервировала. Просто из твердых сортов пшеницы. Паша прекрасный, смотрел на Ольгу очень внимательно, я увидела, что она тебе понравилась. Интересная девушка, очень, да. И красивая. Да. Стрица интересная ракона. Мне кажется, она могла бы быть немножко еще увереннее в себе, потому что она красивая, она натуральная. А в чем ее неуверенность? Мы здесь все переживаем. Мне хотелось показать себя такой прям красивой, чтобы я ему понравилась. Что это, девушка? Уж не девушка, а женщина. До 32 лет дожила, ни раз замужем не была, детей не рожала. А? Не повезло. Я бы не нашла еще. Вот вам это в Европу и надо отдавать. А я бы еще для нашего бы российского пацана бы еще спросила бы справку из поликлиники, что там такое бы. И соседи поспрашала бы, что это она не как в 32. Очень мне Ольга понравилась. Понравилась. Она рассудительная, вдумчивая, ухоженная, не сразу отвечает, не бросается на шею, что да, конечно, завтра прям уже покупаю билет. И как-то есть к ней доверие. Я не могу пока сказать, вот мне задают вопросы ведущие, да, все, готова бросить все и уехать к нему. Ну, я не верю в любовь с первого взгляда. Я просто только сейчас, пообщавшись с ним, ну, начинаю вообще чувствовать человека. Оля очень яркий стрелец, свободный, целеустремленный, умеет своего добиваться. И ей, как многим людям этого знака, свойственно охотиться и добиваться своего. Они действительно охотники. Думаю, что у вас хорошая совместимость и интерес может возникнуть. Единственное, может быть некоторая противоположность. Вот, так сказать, там, где вы больше проявляете к ней физического интереса, там тогда может быть очень мощная страсть. Да, понятно, спасибо. Пашечка, знакомьтесь. Здравствуйте. Анна, 35 лет. Специалист по обучению в строительной сфере. Обладательница титулов вице-мисс Ленинградская область и миссис Санкт-Петербург Авто 2015. Занимается благотворительностью, мечтает купить автомобиль. Признается, что не заводит знакомств с усатыми мужчинами без маникюра. Систематическая неверность мужа положила конец недолгому браку Анны. Надеется, что с Павлом она обретет настоящую семью. Здравствуйте, девочки. Из Питера приехали. Да, мы из Питера. Мы с подарочками вам привезли немножечко счастья. Это что? Да. Для меня счастье все, что из Питера. Это у нас есть такие рестораны, они изготавливают сами такие вкусные конфетки. Там вот, наверное, какой-то секретик. Ань, а вы всегда знали, что муж погуливает? Или для вас это стало, ну не знаю, шоком и неожиданностью? Ну, естественно, сначала у нас были отношения, да, достаточно он очень долго за мной ухаживал. Потом, когда мы стали жить вместе, достаточно быстро, через 4 месяца я забеременела. Вот. Ну и, соответственно, когда я была уже в положении, ну, было предложение, но мне как-то было, не знаю, мне хотелось красивое платье. Послушайте, Анют, ну ведь можно же было расписаться? Можно было. Чтобы ребенок родился в браке. А свадьба уже потом, когда придете в форму и так далее? Да. Ну, вот, по-видимому, была беременная, была такая, может быть, гармон. А сколько вам лет было? Я родила в 25. Скажите, а родители? Мама не говорила, Анька, не будь дурой. Говорили. Ну, я говорила, ну, мама, ну, как же, я же буду некрасивой. Да свадьба – это не главное. Можно вообще без свадьбы. Просто пришли, расписались и все. Скажите, пожалуйста, Танечка, а у ребенка в графе отец? Стоит папа, как положено сюда. А, ну тогда... Нет, в этом смысле у нас проблем не было. Просто у вас не было проблем потом разводиться? Из-за чего расстались? Ну, гулял. Ну, у него работа была, да, специфическая такая, связанная с ночными заведениями, вот. Ну, соответственно, там... Ой, ну... Перспектив много было в этом направлении. Вот. Ну, и он не отставал, по-видимому. А как вы узнали, что он вам изменяет? Ну, во-первых, у меня очень хорошо раздает интуиция. Вот. Это любая женщина, мне кажется, почувствует, да, которая понимает, что что-то не то. Вот. Ну, и, соответственно, потом уже начались наглядные такие примеры. В телефоне фотографии, например? Нет, в телефоне я не залезала. Я... Ну, это было... В любых ночных клубах какие-то фотоотчеты есть, да, которые как бы рассказывают и показывают всё. Бывают разные ситуации. Конечно, любовь проходит, остаётся что-то другое. Поэтому я опять хочу подчеркнуть этот момент, что страсти и пылкие чувства для продолжительных семейных отношений, они только мешают. Ай, сколько ребёнку лет? Десять лет. Девочка, мальчик? Дочка. Дочка. Паш, ну никак, если с дочкой вдруг. Всё допускается. Вы, кстати, готовы оставить... Ну, вот, если говорить принципиально, готовы оставить? Ну, на бабушку он вон. У вас хорошее отношение с мамой, то есть с бабушкой. А вы ребёнка? Да. Вообще оставили? Ну, не хочет он это, извините, с дитями. Не разбежались даже вон немецкие женихи брать тут с дитями. При их, извините, европейск, толерантности. Я прям себя не узнаю. Вы-то готовы оставить дитя своё? Ну, вот вы знаете, на это, наверное, я не готова. Почему даже слово «наверное» не надо говорить? Вас Паша в первую очередь перестанет уважать, если вы оставите своего ребёнка. Умоляю вас, не ради даже такого красивого не оставляйте. Нет, не оставлю точно. Нет, это не его вариант. Первой девушке ему подходит гораздо больше, чем эта. А муж разрешение даст? Ну, в принципе, он вам не муж, ваш сожитель, разрешение даст? Я должна спрашивать? Конечно. А он у него в паспорте написан, чё нет? Нет, ну я дома... Отец. Ну, как бы, я же выезжала с ребенком за границу. И что, одно дело просто за границу, и другое дело к мужу. Вот встанет, ползу скажет, фигушки тебе. Ты не хочешь, чтобы устроилась личная жизнь, например, Аня и Паши? А я патриотка. Давайте так, когда у нас будут иностранные женихи, Роза пусть в это время курит бамбуку примерно, ладно? А почему, когда мои татары приходят, ты сразу начинаешь это, как будто тебе 200 лет игма татаро-монгольского покоя не дает? Что я сразу начинаю? Ты начинаешь придираться опять. Твои пришли, мои пришли. Перед ними как здесь краковяк-то выпрятывают. Какой-то краковяк, где краковяк? Наоборот, говорю, Розочка, обратите внимание, посмотрите, платье красивое, Роза. Да, татары шили. А прическа как красивая, просто потрясающая красота. Прича, кустережки. Выглядишь замечательно, потрясающе. Спасибо. Прическа потрясающая. Вот за границу возьмете, подобрею. Роза молодец. Она очень красивая. И Лариса красивая. У вас осталось два бонуса. Семейная традиция или тайна, и свидание наедине. Свидание наедине. Ну, идемте. Проходите. У вас тоже красивое платье. Спасибо. Кого ждете, мальчика, девочка? Девочку. Замужем? Выхожу замужем. Вы тоже не будете голову морочить ему, типа... Нет, я сделаю все, как вы говорите. Сначала распишемся. Штефаня, смотри внимательно на невесту. Хорошо? Папа к тебе будет прислушиваться, поэтому должна... Обязательно, я просто так папу не отдам. А как ты себе представляешь вообще семья, что для тебя, и особенно в Германии это? Так, ну семья для меня, ну, как бы, вот, что для меня очень важно, чтобы мужчина был стеной, да, для меня. То есть, чтобы я была за ним. Вот. Чтобы он принимал какие-то, да, то есть, чтобы он, конечно, насоветовался, да, но при этом, чтобы решение принимал он, да. Чтобы я чувствовала, что мужчина, что, как бы, вот рядом со мной мужчина. То есть, если... Ну, понятно, да, что женские капризы мы сейчас, да, ни в какой счет там не ставим, а то, что это надежность должна быть какая-то. Ну, вот, для меня это очень важно. То есть, для меня семья это некая такая... А посвятить себя семья готова? Да, готова. Подарите любимым стройную фигуру. Диета Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Готовить не надо. Все же сделано для вас. Просто ешьте и худейте. Диета Елены Малышевой. Набор еды для снижения веса. Заказывайте на сайте dietamalushvoy.ru или по телефону 8 800 555 30 44. А покажете сюрприз? Ань, сюрприз? Да. А мы, да, хотели спеть, станцевать. Так, пожалуйста, идите, будете танцевать. Да? Поехали, танцы. Я уже хочу посмотреть. Хотела бы тоже свидание наедине? Я на это и рассчитывала, что у нас будет минутка наедине. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Проходите. А мы... АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Проходите в комнату. Паш, ну смотрелись роскошно. Просто пара была изумительная. Вы оба такие аккуратненькие. Такие хорошие. Правда, да? Спасибо. Ах, вы смотритесь! Это просто потрясающе. Мне тоже потрясающе. Ой, вот такой приятный. Паш, а то, что ребёнок... Ну, мне кажется, когда женщина, тем более в чужой стране, ей некогда будет страдать и переживать, и заниматься глупостями. Точно. Она будет заниматься ребёнком. Тебе тоже понравилось, по-моему, да? Понравилось. Но всё-таки, знаешь, я тут это... Вот они все сидят такие прямо распрекрасные. Тем более ты рядом. Это твой, как говорится, протеже. Он сейчас на всё согласен. Сомневаюсь я, однако, что чужой ребёнок ему нужен. И сложности связаны с этим. Муж там, муж не муж. Разрешения давать не будет. Обязательно должен давать. Иначе не выпустят. Потом что-то нужно будет там делать ребёнка, как-то устраивать. Согласна, Роза, с тобой. Мне просто было неловко это говорить. Там лучше всего. Да, ну ты права. Оно надо ему. Но зато здесь может быть хорошая физическая совместимость. Хорошее взаимопонимание. Вы будете понимать друг друга. Дружеские отношения хорошие. Мне кажется, ему понравилось. Да, мне тоже кажется. У него прям глаза так блестели, когда он на тебя смотрел. Да, если бы третья невеста. Ну, есть ещё одна невеста. Проходи, знакомься. 26 лет. Врач-отоларинголог в городской больнице. Учится в аспирантуре. Гордится тем, что родилась в интеллигентной многодетной семье. Увлекается классической музыкой. Признаётся, что может оставить в магазине круглую сумму денег. Предупреждает, что не приемлет секс до брака. Единственный парень, с которым Ирина пыталась построить отношения, обозвал её нищенкой и нашёл другую девушку. Надеется, что Павел положит конец её одиночеству. Здравствуйте, Ириночка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не брат? Нет. Нет, это мой одноклассник, друг детства. А глаз, глаза прямо, да? Цвет глаз. И так смотрится одинаково. Похоже, правда, да. И оба цены. Симпатичная девушка. Очень красивая девушка. Очень красивые глаза. Да. А она молодая. У меня хотели приехать ко мне мои братья, но они, к сожалению, не смогли. У нас пятеро в семье. Три брата и одна сестра. Потрясающе. А где такое богатство? Я из города Екатеринбурга. Радуйся. Ликуй. 26 лет. Невинно. Я думаю, ты этому больше даже обрадуешься, чем вот этому пакетику. Да, да. Молодец. Я прошу прощения, совсем забыла. Это сувениры с нашего края, с Урала. Спасибо. Я хочу вам их предупредить. Называйте «Уральский самочетчик». Да, я очень волнуюсь. Ликуй. Предыдущая девушка с Пашей мне понравилась больше. Они прям идеально сочлись. А вот, мне кажется, Ирина не совсем для него. Анечка, 26 лет. То, что у вас какой-никакой был любовный опыт, но всё это держание за ручку. Есть о чём рассказать? Потому что вы невинны. Есть рассказать о чём, потому что были серьёзные отношения. Начиналось всё просто как дружба. Потом любовь, красивые ухаживания. Очень много обещаний, красивых слов. Скажите, вы полгода с ним у вас были, да, были отношениями? Мы встречались полгода. Сколько ему было лет? Он меня был старше. Вы понимаете, что противоестественно встречаться с девушкой в течение полугода и не иметь с ней близких отношений. Время другое. Роза, я знаю, что ты скажешь. Вы понимаете? Это противоестественно. Конечно же, даже если он вас берёг, и у него были на вас планы, и он дорожил и оценил, что вы невинны, у него на стороне, конечно, кто-то был. Может быть. Да это нормально. Я не исключаю, может быть. Но мы, когда подали заявление, то есть всё было серьёзно, я сказала, что у меня есть определённые условия, определённые требования. Но то, что вы ему не давали, он это брал на стороне. Сначала надо полностью быть уверенной в мужчине, потому что у меня строгие требования. Мне надо, чтобы мужчина доказал, что он меня любит. А как вам нужно доказать? Вот как Пашка, допустим, вам должен, каким поступком должен доказать, что любит вас? Я не люблю, когда говорят слова, а потом на деле это полный ноль и пустой лист. Например? Ну, просто, например. Какой поступок Пашка должен совершить? Просто не обманывайте. Я считаю, что в этой жизни никто ничего никому не должен. Каждый всё делает по собственному желанию. Это нормально. Достаточно быть естественным человеком, мужчиной. Не надо на себя надевать лишние клеймо. Хорошо, а сколько вам нужно времени для того, чтобы узнать, ваш это человек или нет? Времени важно. Если я доверяю, если человек открыт... Ирочка, и правильно, что не даёте до свадьбы? Всё правильно. А вы? Ну, только не полгода. Месяц вот так, выше крыши. А вы как насчёт того, чтобы проверить? Это целомудренная девушка. Нет, молодец. Всё после брака, всё после ЗАГСа. Нет, ну ты... Он устраивает его. Устраивает тебя, Паша? Я не против. Но она должна понять, что в мои года уже, да, в самом деле уже не ищут каких-то лёгких отношений. Я не для этого здесь сижу. Скрывает что-то о себе. Не всю правду говорит, мне кажется. Ирин, во-первых, вы красивы. Во-вторых, мне очень нравится, что вы врач. Потому что это самая благородная профессия, которая есть на земле. Вы знаете язык? Иностранный, английский? Английский я знаю. Но была давно уже в Америке, поэтому нету практики. Но, во всяком случае, не заблудитесь, спросите, где можно купить колбасы. И как доехать, где автобусная остановка. А я вот что-то не поняла сейчас. Так мы что, добрак тоже не давать, в смысле проверять сексуально не будем? Пока не женится. С Пашкой-то что делать сейчас? Дело сейчас не в свадьбе. Нет, секунду. Секунду. В серьёзных отношениях. Ну, конечно, нет. С Пашкой, вы будете после свадьбы? Нет. Нет. Когда поймёт, что у них... Ну, не смущай, но человек краснеет уже. Когда поймёт, что уже в ЗАГС подали заявление, что всё серьёзно, тогда будет справедливо. Это дело уже не во времени. Молодец, умница. Правильно, да? Не факт, что он готов взять на себя такую ответственность и готов ждать. Скажите, пожалуйста, Ириночка, когда вы в гневе, вы какая? Я на многое способна в гневе. Расскажите, на что? Я очень вспыльчивая и очень эмоциональная, и требовательная. Обидеть можете? Может. Обидеть? Да. С горяча? Да. Могу, но тут же отойду и буду просить прощения. Вы даже не успеете отойти от того, как в очередной раз вспылите при Паше, например. У Паши закроются все створки в душе. И даже если вы будете потом валяться в ногах и просить его прощения, он вас простит. Но он уже не вернётся к прежнему отношению. Понимаете, с кем угодно. Паша из тех мужчин, которых обижать не рекомендуется. Он не мстительный, он вам не сделает никакой гадости. Но то, что не будет уже той нежности, той любви, поэтому сто раз подумайте, если у вас всё сложится, прежде чем открыть рот. Считайте до миллион. Хорошо. Прячьтесь в туалете под ледяную воду. Только будьте осторожны, для Паши очень важны слова. Я никогда не унижаю мужчин. Если я вспылила, я не буду бить ниже пояса. Ему нужна более мягкая женщина. Она будет конкурировать с ним. Да. Каких-то, да? Ты ему больше подходишь. Приданное, да, это ещё про приданное. Что у вас там есть-то? Приданное? Да. Когда меня бывший мой жених назвал нищенкой, это была... Да, Кузя, с чего это он вдруг? Представляешь? Ну и чего? У нас просто большая семья, и воспитывает нас одна мама. И на тот момент мы не могли позволить каждого ребёнка обеспечить квартирой, каким-то наследством, машиной шикарной, иномаркой. Вот. И после этого я собрала себя в руки. Я начала очень много там трудиться, учиться, закончила тоже с красным дипломом. Умница, всё, с каждой минуты, Бог, мне нравитесь. У меня карьера, и я зарабатываю сама на себя. И у меня есть квартира отдельная. У меня как бы, ну... Помогаете маме? Маме помогаю, и братья нам помогают очень сильно. Дружны между собой братья и семья. Да. Ну смотри, да, как она даже расплакалась. Ну действительно у неё тут сложная судьба, да? Ну за деле, за живое. А семейная традиция или тайна? Хочешь узнать, остался один бонус? Конечно, конечно. Есть такая? У нас есть семейная традиция. У нас из поколения в поколение по женской линии передаётся украшение от моей прапрабабушки. Какая жива нищая? Вот. Это золотой браслет с её инициалами. Сейчас он находится у моей старшей сестры, потому что это передаётся по первой девочке. Как приятно. Вот. Это моя прабабушка Елизавета. У неё тоже было пять детей. Четыре мальчика и одна девочка. И вот эта девочка является моей прабабушкой. У меня тоже есть мамино фамильное кольцо наше. Я хотела его одеть, забыла. Детка, покажешься сюрприз? Да. Пожалуйста. Я знаю, что вы раньше жили в России. Конечно. И уже уехали в Германию, и там сейчас живёте. И мне хотелось бы проверить, насколько у вас сохранился русский дух. Позволите? Конечно. Пойдёмте. Ой, что же интересно. Какой же сюрприз. Это рубашка. Национальная русского мужчины. Пожалуйста, примерьте. Я хотела бы посмотреть, как она вам пойдёт. Паш, а я не помню, в тебе же немецкая кровь есть, да? Да. Сто процентов или? Пятьдесят. Ой, какой высот. В серой рубашоночке, хорошенький такой. Фу, как ему что-то не идёт. Да не его делаю. Нет, Пашка, как тебе не идёт. Не идёт, не идёт. Нет, не идёт. Не идёт. Совсем на Ивана русского не похож. Задание продемонстрировать свою силу. Как челентана. Как челентана. Дом, дрова, надо. Сразу. Молодец. Всё, не надо, не надо. Ну, не пропадём, это точно. Нет, ты не пропадёшь, это точно. Паш, ты глазом-то коси на фигуру Ирки. Посмотри рядом. Задания, задания одни пока. Красавица. Спасибо. Я хочу бы потанцевала с ним, дрова рубить. А можно и потанцевать. Нет, Пойз пошёл. Ну, осталось в нём что-то русское, конечно, дровишки, дровишки рубит, но как-то он, всё-таки он больше немец. Женечка, забирайте Ирину и проходите в свою комнату. Штефи, вот сидишь, улыбаешься. Как тебе, Ирина? Мне очень понравилось, что она не стесняется чувства свои показывать. Даже слёзы видно было. Она, значит, честная. Это мне понравилось. А красавица какая. А какие глаза, это же просто озёра. Во-первых, наша землячка практически, да, Паш? 26 лет. Образованная. Потом, послушай, в семье, где будут рождаться новые дети, врач свой. Отличная девушка. Прошло всё просто идеально. Думаешь, у меня даже до сих пор руки дрожат. Мне очень понравилось в Ирине, что не пришлось озвучивать недостатки. Она сама всё себе сказала. Это честно и очень здорово. У этого человека, во-первых, большая семья может быть. Во-вторых, муж может играть огромную роль, расти. Понимаете, да? То есть вот в партнёрстве для неё это очень важно. Благодаря браку она вырастет как личность. И, конечно, по луне у вас тоже очень хорошая совместимость. Я думаю, что вы внутри почувствовали и поняли душевное состояние друг друга хорошо. Слушай, ну вот она сейчас мне говорит, и это абсолютная правда. Вот в этот гороскоп я поверю. Паша, теперь советуйся со Штефе. К кому тебе пойти, и мы тоже посоветуемся. Штефаня, что скажешь? Мне, если честно, и первая, и третья девочка очень понравились обе. Но, наверное, больше себя показывала третья девушка. Свои чувства и свой характер. Ну, я тебя понимаю. Ты любишь, когда человек больше открытый, так скажем, да? Я сама тоже не очень открытая. Но мне вот именно это в ней понравилось. Понятно. А тебе? Все три понравились. Ну, конечно, все молодцы в любом случае. Надо думать. Весь, получается, что первая без детей, я с ребенком, а это невинно. Мы все очень разные. Да. В этом интрига. Штефи, кого ты, папки? Мне и первая, и последняя девушка очень понравились обе. Но, по-моему, последняя еще больше. Она свой характер прям показала и ничего для себя не держала. Боюсь, что она может взбунтоваться и сказать, нет, Паш, ты знаешь, я ошиблась. Я так хотела посвятить себя семье и детям, но мне хочется работать. Я очень хочу, чтобы он зашел именно ко мне, потому что мне есть многое, что ему сказать. Этих минут мне было абсолютно недостаточно. Это очень короткое время. Вот то, что я тебе тогда говорила в машине, ты имеешь право на счастье и на новых детей. И когда ты начинал там сетовать, что да куда, там я уже 42, бла-бла-бла, я говорю, с ума что ли сошел? У тебя еще вся жизнь впереди. И молодая женщина, и новые дети. Вот я имела в виду такую, как Ирина, она прекрасная. Как приятно, что при меня... Ирина, смотри, про тебя говорят. Здорово. Многие, да вообще все красивые женщины достойны богатых женихов. Но, к сожалению, не всем красивым женщинам достаются, в общем-то. Поэтому из трех таких замечательно красивых девушек, думаю, ну кому вот счастье бы такое, да? Ну Ирочке, конечно, моложе она, ближе. Я бы как-то заслужила. Да, да. По-моему, на тебе очень серьезно остановились и обсуждают, смотри, как до сих пор. А звезды что? Ольга, она человек активный очень, как все стрельцы. Это человек, который, с одной стороны, готов на многое, готов переехать. И каждая из них, главное, чтобы действительно не заскучала. Но вот, наверное, физическая совместимость с Анной может быть довольно сильная. С Ириной это важный жизненный поворот. Ирин, ты впечатление произвела на всех. Паша, давай так, слушай себя. В любом случае, ты уже сюда дорожку протоптал, поэтому welcome, если не получится, к нам опять. А чуть-чуть его зомбируешь, пусть получится. Пусть получится, поэтому у тебя сердце приведет туда, куда надо. Мы с тобой. Проходите. Вадим, я бы не хотела с вами спать, хотя я старше вас на целый год. А он с тобой не хотел бы. Конечно, конечно. В целом, вам нужна женщина немножко порочная внутренне. А молодая и порочная все-таки лучше, чем немолодая и порочная. Потому что представить с собой рядом женщину, которая на многое согласна ради денег, вы же понимаете, что по-другому это не может быть. Пожалуйста, выходите все. Давайте, Пашу, поддержим. Привет. Привет. Я за тобой. Да ладно. Как будешь? Выйдешь со мной? Идем. Я правда очень счастлива, что у нас есть пара Павел и Ольга. Если вы одинокий или вам понравился, кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Радость за вас. Спасибо.